Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. И почти все. Роднодушных к интересному просим нас тоже смотреть. Ведь в таком случае нашу программу можно принимать как лекарство. Употреблять внутрь по несколько раз в день. Все лекарства на ютубе. Без противопоказаний. А сейчас мы подведем итоги интерактивного конкурса. Как в Древнем Риме звали богиню весны цветов плодов? Правильный ответ – вариант Б. Флора. Наш победитель – Дымкова Александра из города Террасполя. 14 лет. Ученица 8 класса 14 школы. Увлекается рисованием в анимационных компьютерных программах. Получает в подарок сертификат на пиццу «Роял» от «Роял Клам». Поздравляем победителя. А сейчас переключимся на работу. Серьезно и ответственно. Развиваем логику. Да она мне и так развита. И творческие навыки. Да у меня весь комплект. Даже с горкой. Ой, только скромности тебе не хватает. Анонс. Шифровка. За забором. Помощницы. Сыр, томаты, колбаса. Что бывает за забором? Ммм, спелая черешня или слива, абрикос. Ну, как говорится, на чужой каравай рот не разевай. А еще за забором бывает злая собака. Или домашние животные. Куры, коровы, овцы, поросята. И еще соседи. Очень даже дружелюбные. Все, тупик. Больше ничего интересного в голову не приходит. Погоди, а если стоять не на улице, а во дворе, то тогда за забором школа, дома, машины, весь мир? Вот это удачно ты придумала. Штат Невада. Пустыня Блэк Рок протяженностью более 100 километров. Высохшее, бесточное доисторическое озеро Лаонтан. Солончак. Залежи гипса. Черный песок. И среди этого унылого ландшафта есть одна маленькая достопримечательность большой буквы. Маленькая жемчужинка. Гейзерфлай действительно не превышает высоты человеческого роста, но на фото выглядит как огромный, невероятной красоты трехструйный сполин, окруживший себя великолепием причудливого ландшафта. В начале 20 века при бурении скважины владелец раньше случайно попала в геотермальный водный карман. Колодец служил, верой и правдой, до 60-х годов. Но однажды, найдя тонкое место, геотермальные воды вырвались наружу, и образовался гейзерфлай. Богатой минералами вода со временем соорудила вот такие инопланетные, фантастические формы. А цианобактерии окрасили гейзер в миллионы неземных оттенков. Эти бактерии еще называют сини-зелеными водорослями, но в зависимости от пигментов в их клетках они могут быть зеленого, оливкового, желто-зеленого, красного и других цветов. Их вы сейчас и наблюдаете. Невероятная красота. Высота этого чуда около полутора метров. Три струи бьют из него, не переставая. И гейзер продолжает расти за счет оседающего на нем карбоната кальция и минеральных соединений, которые содержатся в воде. Но увидеть флай может не каждый. Ведь эта земля все еще находится в частном владении, и гейзер скрыт от посторонних глаз за высокими заборами. А жаль, ведь флай входит в список красивейших гейзеров планеты. Но, судя по динамике роста, забор он точно перерастет и предстанет во всей своей красе перед теми, кто все-таки рискнет пересечь эти унылые болота. Счастливый человек! Вырвал колодец, а в итоге получил один из лучших гейзеров планеты. Да и теперь весь огород перекопаю. И соседский тоже. Да, и поток туристов снесет все заборы по пути к вашему гейзеру. Ну, или что вы там найдете? Вдруг скелет мамонта. Почему я хочу сказать мамонта? А если скелет динозавра? Ладно, не до фантазии. Читаем анонс. Помощницы. Это дежурные по классу? А у вас что, только девочки дежурят? Мальчики тоже. Эх, тогда не то. А, мне кажется, я догадалась, что это. Это чирлидинг. Расшифруй. Да ты и так знаешь. Это группа поддержки при спортивных клубах. Они состоят только из девочек. Ну, поддерживают боевой дух команды. А если это руки? Мы же ими все делаем. Ну, что за версия? Чирлидинг интереснее. Человеческие руки – это уникальный инструмент, и некоторые им пользуются, ну, просто виртуозно. Жонглирование. В энциклопедиях это слово означает одновременное манипулирование двумя и более предметами. Жонглировать люди научились давно. Самое древнее документальное подтверждение – это египетские настенные рисунки, возрастом примерно 2000 лет до нашей эры. Сегодня это отдельный вид спорта и отдельный вид циркового искусства. А еще просто приятное хобби. Причем невероятно полезное. Судите сами. Спортивное жонглирование развивает ловкость, выносливость, мелкую и крупную моторику рук, зрение, осанку, реакцию, координацию движений, боковое зрение, способность угадывать траекторию перемещения предмета, а еще благоприятно воздействует на нервную систему. Но самое главное – это просто красиво. Кстати, еще до нашей эры жонглирование взяли на вооружение военные. Согласно историческим документам, одними из первых были китайцы. Перед битвой они показывали врагу свое искусство виртуозного обращения с оружием. Иногда благодаря этому конфликт заканчивался даже не начавшись. В наше время такая тактика вряд ли сработает. Но традиция жонглирования оружием в некоторых родах войск все же осталась. Это, к примеру, рутинная тренировка военнослужащих роты почетного караула. Свои навыки владения оружием они демонстрируют на парадах и военных концертах. Есть отдельные виды спорта, в которых задействована одна только кисть. К примеру, пенспиннинг. В переводе с английского – вращение ручки. Сегодня это полноценная спортивная дисциплина. Все трюки имеют свои названия и, естественно, по пенспиннингу проводятся чемпионаты. А это фингерборд. Уменьшенная модель скейтборда, которым управляют тоже с помощью рук. Вполне себе серьезная дисциплина, между прочим. Большинство трюков – те же самые, что и на полноразмерном скейте, только получить серьезную травму – шансов намного меньше. Ну и, пожалуй, самый впечатляющий – ручной вид спорта – спидкубинг. Сборка кубика Рубика на время. Эту головоломку венгерский изобретатель Эрни Рубик придумал еще в 1974 году. И с тех пор было выпущено примерно 450 миллионов экземпляров. Однако большинство из нас едва может собрать одну из сторон. Спидкуберы собирают все. И, как следует из названия, делают это очень быстро. На 2019 год рекорд по классической дисциплине принадлежит представителю КНР – Дую Шеню. И составляет 3,47 секунды. Представляете? Тем, кто заинтересовался, могу предложить одну нехитрую технику. Попробуйте для начала писать левой рукой, если вы правша, и правой, если вы левша. Это здорово развивает первичные навыки владения кистью и синхронизирует полушария мозга. Так что вперед! Для вашего ума и тем более для рук нет ничего невозможного. И это ты называешь скучным? Ну, я же не знала, что руками можно не только овощи чистить и в тетрадьки писать. Ой, умеешь ты выкрутиться. Кстати, собирать кубик может научиться любой человек. В интернете есть схема. Повторяешь ее, запоминаешь, тренируешься и вау! Ты чемпион по спидклубингу! Чемпионка! Ну, пожалуй, нашу совета и попишу левой рукой. Интересно, что из этого получится? Каракули! А через месяц, может быть, и дойдешь до почерка первоклассника? Ммм, слишком медленно. Ладно, что-то мы отвлеклись. Анонс номер три. Сыр, томаты, колбаса. Пицца! Может, солянка? Нет. Пицца и все. Моя любимая Маргарита. В смысле? Это она так называется? Творчество группы Пицца сложно вместить в рамки одного конкретного стиля. По словам музыкантов, их песни состоят из множества маленьких фрагментов, которые вместе составляют единое целое. Именно поэтому коллектив и называется Пицца. Их песни глубокие, но при этом легкие и всем понятные. Автор, композитор и аранжировщик песен, а также фронтмен группы Сергей Приказчиков – парень, который страшно боялся сцены. Да-да, это правда, хотя и не верится. Впервые попав на сцену, девятилетний Сережа испугался и спрятался за колонки, но тем не менее продолжал петь. И до сих пор это делают, но уже смело и уверенно. Сцена – это точно его призвание. А сейчас участники группы Пицца активно работают, у ребят много идей и много интересных историй, которые скоро прозвучат в виде хитов. А пока работа идет, наслаждаемся их творчеством. Я же говорил пицца? Нет, ты говорил про еду. Нет, я говорил пицца. Я за уточнений. Ладно, умеешь ты выкрутиться? Сегодня твоя взяла. Ну а в следующий раз еще посмотрим. С вами были Полина и Олег. Что, откуда, почему? Гугл устал? Спросите у нас. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова